Всем привет! Ну, как и обещали, делаем более расширенный ролик и показываем все ничтяки, которые приобрели из линейки пруфов Кокбари инвестиционных монет Казахстана. Вот перед вами полная линейка серебряных монет. Вот немножко только лоханулся и поставил не по порядку. Пятерку с десяткой. Начинаем с однёрки. Достаем однёрку. Ой! Самая многотиражная монета из этой линейки – это унсовая серебряная пруфовская монета. Вот так она выглядит. И сейчас покажем сертификат и покажем тираж. Видим, тираж у нас 640 штук. Здесь вот нам попался 594-й, то есть близко к финалочке. Так что вот такой вот номерочек. Показываем двоечку, 2 унса из серебра, пруф. Специально кручу, чтобы немножко словить прекрасные моменты перелива. И вот Игорь Павлович там показывает, что у него есть 10 унсовая простая и вот пруф. Но давайте всё-таки 10 унсовая. Вот сейчас хорошо видно разницу пруфа и 10 унсовки обычной. Но потом ещё мы с десяточкой сравним, там вообще будет прекрасно видно. Так, 2 унсовочка у нас. Сейчас посмотрим, какой у неё тираж. Достаем сертификат. Вот он такой сертификат идёт. Номер 173. И террасу у нас всего 400 экземпляров. Так, дальше пошли пятёрочка. Ещё раз напоминаю, из-за того, что капсулы сделаны такие же, как на простых инвестиционках, а это очень плохо для тяжёлых монет. Как вы видели, сейчас доставая, невольно вскрываешь капсулу. Поэтому аккуратно, пожалуйста, доставайте монеты, потому что, не дай бог, у вас крышка вырвется и попадёт лишняя пыль. И, чего хуже, вы просто где-то потом вынуждены будете пальцами дотронуться до монеты. Вот тоже. Пытаемся словить игру света. Видно, игра есть. Вот это пятилунсовочная, пятитинговая монета. Инвестиционная, пруфовская. И номер, видите, 140. И тираж тоже 400 экземпляров. Эти для чего ещё вам показываем? Потому что, естественно, я всё это отсканирую и обязательно в каталог включу. Уже, как бы, дополню эту всю линеечку подробно с этими тиражами. Вот здесь вот замечательно, смотрите, как бы, тоже как десяточка. Это 10 тенге играет. И вот как раз самое время две десяточки сравнить. Десяточка обычная, а инсешная, десяточка пруфовская. В цене отличается не очень сильно, но существенно отличается внешним видом. То есть за цену вы фактически переплачиваете только за коробочку. Так что, вот, сейчас давайте тоже посмотрим тираж. Вот здесь пытаюсь тоже сейчас словить вам свет. Игорь Павлович сейчас пытается выловить ракурс. Чтобы, вот, на волке это сложнее сделать, кстати. Вот попадается, да, лучи, видно радуги. Радуга. А со стороны герба гораздо проще это сделать, потому что тут площадь больше. И сертификат. Сертификат у нас номер 353. И тираж тоже 400 экземплярчика всего. Всего лишь. Все они идут в белых коробочках. Пятерочки идут вот такой большой коробочке и десяточка. Видите, здесь у нас тоже контур кокбаре изображен. А двоечки и однерочки идут в маленьких коробочках. Тоже в белых. Для серебра белая коробочка идет. Дальше идем. Золото. Золото мы, учитывая, что золото очень сильно выросло в цене. Вот мы с Игорем Павловичем взяли только три номинала. 10, 20 и 50 тенге. Соответственно, потому что очень большая емкость получается по деньгам. И не тянем мы, не тянем с нынешними ценами на золото. Вот самый маленький золотой волчок, который укусит вас за бачок. 10 тенге. Вот тоже хорошо переливается. Хорошо играет красками. Маленький, да удаленький его сертификат. Сертификат номер 209. И тираж у нас, сколько, 220 экземпляров всего лишь. Это вообще мизерный тираж для золотой монеты ПРУФ. Обычные коллекционные монеты идут большим тиражом. Здесь вот у нас волчок уже побольше. Четверть унции номиналом 20 тенге. Тоже замечательный, красивый. Извиняюсь, что без перчаток. Много сейчас будет критиков. Но некогда было. Бежали в банк. Бежали в банк, чтобы быстрее купить. Для того, чтобы снять ролик. И некогда было думать о перчатках. Вот смотрите, какой сертификат. Карт попался, 55. И тираж у нас всего 140 экземпляров. Очень мизерный тираж. Очень мизерный. Перспектива у монеты прям очень хорошая. Сразу рисуется. Монета 50 тенге. Полунции золота. Тоже ПРУФ. Вот такая замечательная. Хорошо переливается. Вон, смотрите, тут вообще какая игра цвета. Просто прелесть. Просто прелесть. И смотрим сертификатик. Сертификат у нас. Номер у нас 94 попался. И тоже всего лишь 140 экземпляров. К сожалению, на унцовы у нас денег не хватило. И поэтому взяли только эти. Хотя хотелось, конечно, взять. Ну и смотрите, у золота коробочки у нас черные идут. У нас как бы мысль была, что было бы лучше, конечно, если бы они были бирюзово-голубого цвета. Все-таки кокбари. Но черный цвет с золотом тоже отдельно смотрится. Ну и как видим, размер коробочки одинаковый на всех трех номиналах. И везде у нас вот такой вот золотистый контур кокбари. Вот так вот. Вот сегодня, как говорится, увидели неожиданное пополнение в таблице. И бегом-бегом прорысачили. Пишите в комментариях, сколько штук давало ли в вашем городе в руки. В Караганде давали по одной штуке всего лишь. Одноунцовых в Караганде по таблице было 35 штук. В Караганде двухунцовых, по-моему, 20. Пяти и десятиунцовых тоже всего лишь по 20 штучек. Золота я сейчас не помню. Не смотрел в таблице. Но тоже было определенно немного. Так что говорят, в Астане давали по две штуки в руки. Но Астана у нас как бы город избранных. Там дают всегда больше, чем всем остальным. Вот-вот-вот, смотрите, игрепалась поймал ракурсы, где замечательно на десятиунцов идет игра света на кокбаре. Вот такие ракурсы. Ради таких ракурсов стоило это все купить. И потратить на это кучу денег. Ну и для серебра вот цены. Сегодняшние, завтра цены будут уже меняться. Кто сегодня не успел взять, а многие сегодня просто не успели взять, завтра цена может быть уже больше, может быть меньше. Но однозначно вот примерно плюс-минус 5000 тенге на самые крупные монеты. 5-10 иногда. Так что вот постараемся снять отдельно каждую монетку уже в шорце. Ну и потом буду фотографировать, сканировать все сертификаты и пополнять каталог инвестиционных монет Казахстана. Всем удачи! Пишите в комментариях, что думаете по поводу перспектив этих замечательных монет. Спасибо. 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 Продолжение следует...